Илья, нет, я не могу тебя больше держать, нет! Стас, у меня больше нету сил! Нет, пожалуйста, держи! У меня соскальзывает рука! Нет! Ну все, я пошел разминаться. Фух, давай! Всем привет, вы на канале Федератского лазания России и сегодня выпуск про дисциплину Лазание на скорость. Скалолазание становится все популярнее и популярнее. На карте мира уже не найти точки без таких залов, как этот. Кстати, в России уже многие стали партнерами программы лояльности Федератского лазания России, которая дает офигенную скидку на посещение многих залов России. А также для вас мы подготовили мерч и с картой программы лояльности будет хорошая скидка. В 2021 году скалолазание было впервые представлено на Олимпийских играх в Токио в дисциплине многоборья, которая включала три основные дисциплины скалолазания. Первая – дисциплина лазания на трудности. Про нее уже рассказала Динара Фахридинова. Есть два вида лазания – это верхняя страховка и нижняя страховка. Но для начала нужно понять, какую же трассу нужно выбрать и в чем разница между ними. Ссылка в описании. Вторая – дисциплина болдеринг. Но про нее нам расскажет Вадим Кимонов в следующем выпуске, так что ссылка в описании будет чуть позже. Если вы не знаете, о чем вообще говорится в названии этого видео, то это видео для вас. И третья дисциплина – лазание на скорость. Она же является нашей целью на сегодня, а также паренек из Реутова – ниндзя Юрий Прокудин. Ну что, готов к знакомству с этой вот красоткой? Всегда готов. Есть опыт с такими? Нет, я лазил только болдеринг и сложность, а эталон я впервые вижу. в реальной жизни. Только на видео, может быть, пару раз смотрел. То есть даже понятия не имеешь, за сколько ты можешь с ней справиться сегодня? Вообще, не представляю. Например, на сколько секунд? Минута, две, три по классике? Да, три? Не, я постараюсь. На секунду, может, за 30-40. Как это? Слушай, я так понимаю, что ты, во-первых, один из лучших ниндзя в мире. Еще, по-моему, и оптимист не самый последний в мире. Да, я стараюсь быть реалистом, но, видимо, я переоценил свои возможности. У тебя вообще понятия нет, откуда она взялась, такая красивая, красная, в таком красном платье. Красная, да, всегда видела, что она красная. Нет, я не знаю ничего об этой трассе. Первые официальные соревнования по скалолазанию прошли в 1947 году в СССР, где все лазали на скорость. Так продолжалось долго, и все советские старты на скалах были привязаны к временному фактору. А в Европе наоборот, к высоте прохождения. Затем, в конце 80-х, все ушли в зал и стали лазать там. Скорость проводилась в классическом формате, и каждый старт были новые трассы. А это продолжалось до 2005 года. Тогда возникла идея создания эталонной стенки. Придумал ее француз Джеки Годов. Трасса не сразу стала такой, как сейчас. Она была S-образной формы, от слова Speed. Зацепки были все единой формы, похожие на птичку. Затем, в 2007 году, придумали уже такую трассу, какая есть. Помимо зацепок птичек, добавили еще и маленькие ножные зацепки. Все это нужно было для рекордов, которые были весомым фактором для попадания в скалолазание в программу Олимпийских игр. Тогда, в 2007 году, в момент появления трассы, мужской рекорд был около 8,5 секунд, а женский около 15 секунд. Ну а сейчас, мужской мировой рекорд 5 секунд ровно, а женский 6 секунд 53 сотые. Ах да, и мы на Олимпиаде уже выступили, а скорость стала одной из самых смотрибельных дисциплин скалолазания. Я думаю, что ты будешь одним из самых быстрых людей, которые преодолели эту трассу не скалолаза, из другого вида спорта. Ниндзя-спорт, это же теперь официальный вид спорта, да? Ну получается, да. А ты же первый разрядник, ты же первый разрядник. Я КМС. Уже КМС куда успел, погоди. Я не его приказ. Я призером в самом чемпионате мира. Тебе КМС дали? Да. То есть ты сначала выиграл чемпионат России, а у тебя наоборот. Я выиграл чемпионат России, а потом мир. А, потом мир. Второе место, да, на мире. То есть за второе место на чемпионате мира дают только КМС? Ну пока что да. А у нас международненько сразу. Да, понятное дело. Ну спорт первый год, можно сказать, начал там что-то делать со сборными. Сборные когда там в августе сформировались, что-то такое. Ну да, я видел. Ну слушай, то есть вы проходите прям только-только с самого начала. Ну конечно. Разве не видишь. Именно вот сейчас у нас как бы не по ниндзя сборной, а по ОСЕР. Типа конкурсов на 100 метров. И 100 метровка, она вообще у нас, ну типа буквально вот этот год начали проводиться. Такие соревнования по 100 метров. И ОСЕР-то в целом 5 километров там, 10 и больше уже лет 5. Ага. Наверное. На старт. Внимание. Марш. Давай, давай, давай. Хорошо. Давай, 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 давай. Может прям назад еще и назад. Так сильнее. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Хорошо. Там видно будет концовку? Подходи. Давай, 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 давай. Хорошо, давай, давай. Стоп. Отпускайся. Да, отпускай. 30 секунд? Ну где-то, где-то рядом. Ну почти, почти. Чуть-чуть не хватило. 15 секунд где-то. Да, я сейчас понимал, как это вообще все работает. В целом, мне понравилось, было очень весело. Серьезно? Мне кажется, с таким лицом как бы люди не веселятся. Ну, по лицу не нужно садить. То есть у тебя было очень весело? Да. Сейчас я думаю, вообще смотрю, понимаю, как работают эти зацепы. Процесс производства скалолазных зацепов заключается в отливки специальных смесей в силиконовые формы. В нашем случае, уже в заготовленные эталонные формы. Они заливаются, и через некоторое время смесь затвердевает, и зацепа готова к использованию. Внимание, марш! Дальше уже смело назад. Давай, 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 давай! Давай! Вот, хорошо полетел! Давай, давай! Давай, 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 давай! Хорош! Давай, еще, еще! Ну, ну, ну! Хорош! Ну да, тебе сразу прямо сложновато. Лучше, конечно, бери тогда справа. Но сейчас по ногам зато хорошо было. Ну, у тебя ноги, это вообще просто, зачем они были придуманы? Слушай, ну, 31 секунда, тебе еще чуть-чуть, и ты с 30 уже выйдешь. Получается, да. Сейчас тоже вечеринка была у тебя в голове. Было до хрена веселье. Ну, что меня немножко сдерживает, это высота, страшно, и я не понимаю, как работает автостраховка. То есть тебя парит, как работает этот здоровый барабан? Да-да-да, у меня есть какой-то... Я зажимаюсь, мне страшно делать резкие движения, потому что не понимаю, как это работает. Ты не веришь вот этому тросику, который там, блин, рядышком. Да, автостраховка, это что-то новое для меня. Автостраховка. Такой железный барабан, который собирается в штате Колорадо. Из точных деталей и процесс сборки состоит из пяти шагов. Установка возвратной пружины. Шаг 2. Установка основного корпуса. Шаг 3. Установка ремня троса. Шаг 4. Крепление ведущей шестерни. Шаг 5. Крепление тормозного механизма. И тщательное тестирование производительности. Обеспечивает безопасное удержание при падении. Доставляется по всему миру. Очень удобная и безопасная вещь. А до нее был какой-то хаос. Внимание, марш! Давай, 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 давай. Ле, нормально, нормально. Давай, давай, включайся, включайся. Давай, 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 давай. Хорошо. О, отлично, да-да-да. Давай, давай, давай. Давай, давай. Хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Отлично. Блин, офигеть. Ну что, Стас, я все-таки реалист. Ты, да, ты еще тот реалист, оптимист. Что скажешь? Слушай, можно даже быстрее, если немножко на технику поработать. Вот для первого раза, я думаю, хороший результат. Ну смотри, чтобы попасть в команду сборной России, надо пролезть, ну где-то 5.30 надо уже бегать. 5.30? Еще 20 секунд скинуть. Ну, 20 в целом не так много. Я думаю, я поработаю над этим. Сколько тебе? 2-3 года, да-да. Ну, получается минимум, я думаю. Давай обменяемся видами спорта. Я к вам, хотя я уже у вас побывал. Иннок, там. Ну, а ты к нам. Конечно. Ну вот, и еще один человек познакомился с этой трассой. Кстати, у многих вызывают спор. Скорость – это скалолазание или легкая атлетика. Всем привет! Среди с развитием дисциплины скорость и включением ее в олимпийскую дисциплину, появилось мнение, что спортсмены по вертикали бегут быстрее, чем по горизонтали. И сегодня мы это проверим. Скорость-то еще, да? Да. Катя, скорость. Что делает Катя? Нет. Как бы не хотели наши фанаты, чтобы мы бежали эталон так быстро, пока что спортсмены по вертикали бегут намного медленнее, чем по горизонтали. Что бы там ни говорили, но именно скоростники сборной России по скалолазанию завоевали огромное количество медалей на Кубках мира. Выводы делайте сами. Ты заходить меня хочешь, да? Ну, конечно, ты что думал? Залезу 25 и все, что ли, теперь? Расслабляться нельзя, да? Все нормально, да? Да, у тебя получилось, тебе понравилось? Офигенно было. Ну, я советую всем попробовать с эталоном. Посоветую каких-нибудь спортсменов, которые смогут посоревноваться с тобой на этой трассе. Слушай, мне кажется, спортивные гимнасты смогут хорошо залезть, потому что они все-таки все сторонние развиты, ноги, руки есть. То еще, воркаутеры, руки сильные у ребят. Не знаю, кто там еще может быть. То есть фигуристы. Фигуристы? Художественная гимнастика, фехтование. Мне кажется, все-таки у них другая работа идет и хват не так развит. Залезть, я думаю, смогут. Насчет скорости не уверен. Слушай, а если на этой лон-трассе проводить кастинг в Супер-Мите, что думаешь? За что? Только для скалолазов сделать что-нибудь другое. Для скалолазов, да, понятно. А для всех остальных это вообще... Идеяка, да? Идея вообще огонь. Давай, ускоряйся. Давай, 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 надо, ускоряйся. Ноги капельку не успевают. Все, спасибо тебе большое. Спасибо, Сас. Рад был тебя видеть. Ты действительно удивил. Ну, как сказать, удивил. Я не сомневался, что ты красавчик. У тебя есть какие-то задатки спортивные. Ну, что такие, 25 секунд. Спасибо, что помог рассказать нам про дисциплину лазанья на скорость. Скалолазание. Да, я сам узнал о ней много нового. Было интересно. То есть мы познакомили вот так вот онлайн и тебя оффлайн. И все, я надеюсь, счастливы. Все, давайте. Всем пока. Удачи. Я надеюсь, вам понравился выпуск про дисциплину лазанья на скорость. Да и вообще, неважно какая дисциплина, главное заниматься скалолазанием. Ведь скалолазание помогает укрепить мышцы ног, рук, увеличить выносливость и гибкость. Ну, и все в таком духе. Ну, что скорость, это скалолазание или легкая атлетика? Надо ли каждый олимпийский цикл менять эталонную трассу? Или, может быть, вернуть классику? К сожалению, нам этого не решать. Так что лайки, комментарии туда, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Ну, а я пойду займусь болдрингом. Люблю болдринг. Давай, Вадик, имонос, расскажи нам. Здравствуйте, а можно скидочку? Спасибо. Она является нашей рекламной приколой. Нормально, да? Да, блин, почему не высказать? Всем привет, вы на Федера... Это продолжает. Братан, знаешь, давай поэстетичнее это сделаем. Только не напрягай руку. Практически на карте мира уже не найти точки без залов таких, как этот. Давай. Я тебе сейчас расскажу. А, блин, еще раз. Снимаем? Да. Дисциплина лазания на... Стас, я не могу больше держаться. Дядя руку, отпусти вот эту левую, мне кажется. Ты думаешь, что выдержишь? Она просто в нем напряги. Ну да. На тачке мира. Или бы... Все, я уже устал, мне кажется. Ну, единственное мое познание... Давай пересняю.